Вы рассказывали про пример с сапогами. Если муж жене не купил сапоги, то это будет считаться... Да, это экономическое насилие. Она обидится, она пойдет завтра, напишет заявление, что вот он мне не купил, да, он не выделяет мне денег. Это экономическое насилие. Все, он агрессор. С этого момента в семью вклиниваются третьи лица. Да я вам снимаю, сколько это полицейских пришло. А что, я журналист, имею право. Тут ветра меньше, да? А где ваши плакаты? Или у вас нет семьи? При исполнении. А где значок? Нагрудный. Нагрудный? Да. Вы же на службе? На улице? Нет. Нет? Вы же только что сказали при исполнении. Я каждый день при исполнении. А где значок? Они с нами, они просто... Вам надо значок. Не мне, а вам надо. У меня он есть. Пожалуйста. Опять нарушаете? Рыба внеет головы. Правоохранительным службам города истец хорошо знаком. Это Антон Булгаков. Чем недоволен этот человек? И почему полицейские, следователи и сотрудники прокуратуры хватаются за голову, когда слышат его имя? Ну, это хорошая новость. Надо хвататься не только за голову, но и за закон, изучать его и действовать согласно ему. Потому что давали присягу и клятву. Сургут за семью! Югра за семью! Россия за семью! Кто-то может прокомментировать, по поводу чего мы здесь собрались? Может, ты? Всем здравствуйте! Сегодня мы здесь собрались на согласованную с администрацией мирный пикет, массовый пикет против закона о семейном домашнем бытовом насилии. Мы, граждане города Сургута, Хмао-Югры, вышли сюда для того, чтобы воспользоваться законопредусмотренным способом выразить публично свой протест и несогласие с данным законопроектом. Изучив первую редакцию, последующую редакцию, изучив мнение разных экспертов, было очень много разных заседаний, круглые столы в Госдуме заседали, юристы выступали, адвокаты. Мы, в принципе, пришли к общему мнению, что этот закон, он просто не может быть принят в нашей стране, так как он полностью не соответствует нашим ни моральным, ни историческим, ни каким ценностям. Недавно было очень интересное выступление одного из министров Чеченской Республики, когда он приехал к нам на территорию Москвы, и там напомнил нам всем о том, что мы всегда были для них старшими братьями, что и предки наши, и, можно далеко не уходить, деды наши всегда стояли за то, чтобы наш народ жил своей жизнью, своими устоями, строил свои семьи, такие, которые мы испокон веков строили. Наша семья всегда считалась основой нашего народа. Вот это всегда была база, на которой всегда держалось и государство в том числе. Поэтому лично я, моя семья и вот люди, которые сюда пришли, мы выражаем протест против данного законопроекта в любой их его трактовке. Потому что сегодня очень много информации, мы теперь знаем, как работают различные массовые системы по управлению общественным мнением, по управлению массами, как проходили революции, перестройки, как даже 1993 год оказывается полностью по методичке построен, как проводить смену власти. Поэтому, посмотрев, как продвигается законопроект, мы видим опять снова те же самые принципы. Это уход от каких-то общих видений. Они все время рассказывают нам о каких-то конкретных случаях, которые нельзя никак проверить. Я смотрел передачу, была по Первому каналу, там человек говорит, а я вот пришла в тюрьму, и там была такая-то случай, а я пришла в другую тюрьму, и там был такой случай. Их нельзя никак проверить. И, с другой стороны, люди, которые за семью, которые рассказывают о том, что, ребята, давайте берем цифры официальные, давайте брать законы официальные, смотреть. Поэтому видно, что есть полосное манипулирование. Мы против этого законопроекта и просим нашу Государственную Думу и наше правительство не предавать ни наш народ, ни своих предков. Вспомните про своих дедов. Они не просто так ложились в жизни и умирали за что-то. Когда к нам пришел фашизм со своими европейскими какими-то ценностями и желаниями. У меня все, спасибо. Как зовут? Меня зовут Денинега Андрей, отец троих детей. Вы общественный деятель? Я в том числе, да, и общественный деятель. Подскажите, чем этот закон опасен для всех? Он, как говорится, у нас есть законодательство, да, у нас есть административный уголовный кодекс, есть семейный кодекс, который полностью предусматривает все стороны, включая саму семью, включая различные административные уголовные наказания. Если люди хотят вопрос поднять о защите вот женщин, либо мужчин, когда они получают побои, мы не против, я лично не против этого. Но это должно делаться в рамках нашего российского законодательства. Здесь же в данном случае хотят всех обмануть, хотят вот это законодательство в сторону отвернуть, сделать какой-то отдельный закон и потом ссылаться на какие-то казусы законодательства. То есть пробить, скажем так, брешь в каких-то там наших законных основах, на которых мы строились. У нас есть закон безумств и невиновности, да, не закон, есть безумств и невиновности. Эта ситуация, я так понимаю, мы вспомним еще с 1937 года, да, наверное, один из таких важных моментов, которые пришли в наше общество, которые защищают, что человек любой, он никогда ни в чем не виновен, пока его вина не будет доказана. В суде. В суде, да. В данном случае в этих европейских, скажем так, предложениях, которые хотят ввести, там совершенно другая идеология. Там совершенно другой статус возможности доказать. Совершенно другой статус для того, чтобы, соответственно, принимать какие-то административные меры. Без всяких подтверждений, следствий и все, человек может быть обвинен и изолирован, признан агрессором, да, то есть если он живет в семье, его могут изолировать даже из собственного жилья. Если муж с женой поругались, то есть помириться потом, они уже не имеют права, это будет решать некоммерческие организации, да, то есть те же, как они называются? Вы рассказывали про пример с сапогами. Если муж с женой не купил сапоги, то это будет считаться... Да, это экономическое насилие. Она обидится, она пойдет завтра, напишет заявление, что вот он мне не купил, да, он не выделяет мне денег. Это экономическое насилие. Все, он агрессор. С этого момента в семью вклиниваются третьи лица. Если муж с женой вечерком поспорили, соседка услышала, ей это не понравилось, а она спать хочет, она пошла, написала, что у них склоки, скандалы, драки там или еще что-то, никто разбираться не будет. Все, полиция начнет вклиниваться, вклиниваться начнут НКО, причем при этом потом супруги должны будут проходить обследование, лечение, там какие-то профилактические меры в этом НКО. То есть это что подразумевает? Это подразумевает то, что это будет бизнес на наших детях, на наших семьях. Кто жениться-то после этого будет? Никто? Семьи не будет, это развалятся семьи. Да, за счет наших денег, за счет наших налогов, за счет нашего молчаливого согласия. Многие просто не понимают, они не хотят услышать, они не хотят интересоваться, что это такое. То есть громкое название, да, закон о семейном насилии. Ну, казалось бы, да, в чем проблема-то? Ну, вроде как бы вас защищают, да, вы же должны, ну, согласиться. Так нет, это яблочко, это вкусное, свежее яблочко, но это яблочко отравленное. Это под красивыми словами нам пропихивают антисемейный закон. Здесь полностью все права по конституции будут нарушены. Здесь нет никакой презумпции невиновности, никто ничего доказывать не будет. Агрессора сразу закроют на 28 суток там, да, куда-то, то есть ближе 150 метров он подойти уже не сможет. И это будут решать третьи лица, мириться вам, не мириться. То есть вы даже не можете позвонить своему супругу там или детям, да. Вы не можете с ними общаться, переписываться в интернете или еще что-то. За вас будут решать все. И то же самое? То же самое касается детей, я правильно понимаю? То же самое касается детей. Если вы, допустим, ребенок пришел, получил двойку, да, вы начали на него ругаться. Все, это эмоциональное насилие. Он завтра захотел пойти гулять, допустим, в 10 часов вечера, да, вы его не пускаете. Ну, вроде как вы должны исполнить свои родительские обязанности, да. Нет, не пойдешь, я вроде как и опасаюсь за тебя. Ну, его нельзя не пустить, это его желание, это эмоциональное насилие, да. Но если вы отпустите, и вы попадете под штраф. Потому что детям после 10 гулять нельзя. То же самое, ребенок просит денег, да. Вы ему не купили планшет, там, не купили, не дали денег, там, чтобы он купил сигареты. Все, это экономическое насилие. Дали денег, он купил сигареты, а вас оштрафовали за то, что ребенок курил. То есть у нас каждый закон что-то подразумевает, в итоге нам выходят штрафы. Наши семьи будут вмешиваться без нашего спроса, без нашего разрешения. Семей не будет. У нас придет все к тому, что начнут жениться только для того, чтобы отжать квартиру супруга. Кто будет нормальный человек, детей рожать не будет. Зачем будут рожать детей, если будут знать, что к вам в семью придут и заберут ваших детей. По навету. Это уже 37-го года. Сейчас каждое третье лицо. С соседом поругался, он на вас наклеветал, все. На данном этапе закон в какой стадии находится? Закон уже находится на рассмотрении до конца декабря, то есть до конца 2019 года его пытаются протолкнуть. Принять в окончательном чтении? Принять в окончательном чтении. Там уже есть поправки, законопроект в открытом доступе, можно зайти, почитать. Ссылки у нас в группах везде, да и по интернету везде, на всех сайтах ссылки есть, все можно почитать в открытом доступе. А номер закона можете назвать? Не помните? Как он называется? Закон о профилактике семейно-бытового насилия. О профилактике. Не о предотвращении, а о профилактике. Нет, нет, я же говорю, что красивые слова, красивые слова, люди на них покупаются. Это значит, что люди сопротивляются, что многие встали против, они начали менять формулировки, пытаться увести. Вроде как, да ладно, НКО нам уже не важно, НКО берем и все остальное, но тем не менее, сама суть остается сутью. Тут же под шумом пытаются протолкнуть, чтобы чиновники могли руководить этими же НКО. То есть у нас что получится? У нас получится экономическая процедурка, да? То есть чиновник будет организовывать эти НКО, которые будут следить за нашими семьями. Смысл у него? Заработать деньги. Чем больше клиентуры, тем больше денег он заработает. Это бизнес. Это бизнес, это коррупцию порождает. Нельзя допускать этого, нельзя. Я бы хотел еще один момент обратить внимание на один момент, потому что вся система идет с Европы. С Европы, да. В Швеции уже принят, в Швеции на Украине уже принят закон о согласии. Если смотреть историю нашу, если нашу историю смотреть, то мы, наверное, единственный такой народ, скажем так, страна, которая смогла в себе собрать разные национальности без военных каких-то действий и конфликтов. Берем Америку, да, там не получилось у них, там сначала истребление шло, да, то есть местных жителей. Потом, соответственно, они сейчас живут, мы знаем все и по фильмам, и по всему, что есть разные черные районы, там, ну, такие вещи, да. Мы смотрим сейчас Францию, в которой такая же ситуация. То есть они не могут вместе как-то ужиться, они создают какие-то кланы, не знаю, гетто, еще какие-то районы. Мы, наверное, единственная страна, которая имеет опыт еще даже, ну, до эволюции, потом советское время. И сейчас, когда люди разных национальностей с разными жизненными принципами истории могут вместе мирно сосуществовать. Поэтому нам никаким образом нельзя вносить какие-то ихние методы, ихние способы, чтобы решать нашу жизнь. Мы живем по-другому. Нам нужны свои, у нас есть свои законодатели. Если вы хотите разрабатывать какие-то системы, кого-то защищать, пожалуйста, садитесь и придумывайте нашу систему. Я смотрел те же самые выступления, когда церковь говорит, почему вы делаете это без нас. Это очень важный вопрос семья. Почему это происходит без нас? Поэтому в данной ситуации, я считаю, однозначно, вот этот законопроект нельзя ни в таком виде принимать. Если они хотят, сейчас необходимо сделать выводы, принять какие-то уроки, убрать этот законопроект, его отклонить. И, соответственно, если необходимо, после Нового года садиться за стол переговоров всем нациям, которые есть в нашей стране. И тогда решать, каким образом это будет. У меня все. И четыре. Отлично. Можно я слово возьму? Пожалуйста, пожалуйста. Значит, я на что хотел бы обратить внимание на то, что логисты, которые двигают этот закон, одним из своих аргументов указывают на то, что у нашего народа какой-то неправильный менталитет. И, соответственно говоря, они об этом проговариваются. О том, что закон на самом деле ни о какой ни борьбе с насилием, ни о помощи нуждаемся, а борьбе с ментальностью. То есть с нашим мышлением, с нашими культурными кодами, с нашими основами. То есть это говорится прямым фактически текстом, и, в общем-то, никто этого не скрывает. И один из основных тезисов – это семья – самое опасное место. Ну, давайте как бы посмотрим, как оно есть на самом деле. Вот сейчас в школах распространяется новый наркотик, да, там, снюс. То есть является ли в данном случае семья, вернее, школа опасным местом, если фактически ребенок может там получить какие-то нехорошие вещества? Ну, наверное, так может быть туда направим свои усилия? Почему сейчас, допустим, сокращается институт участковых, которые напрямую должны вести профилактику? Вот нам отчитывается, что сейчас все переходит на компьютерные все эти вещи, то, что будет видеокамерами, все фиксируется. Ну, а человеческий фактор? Вот происходит насилие в семье, видеокамера приедет? Нет, наверное. Вот, что еще хотелось бы сказать, что семья – самое безопасное место. Конечно, человеческие отношения никогда не были идеальными, особенно в семье, особенно между такими разными людьми, как мужчина и женщина. Естественно, там будут какие-то моменты, которые нужно как-то решать. Но их же нужно решать какими-то человеческими способами, а не просто наказанием. То есть, как так? Семья в своем развитии проходит множество этапов. И эти этапы, естественно, в какой-то момент имеют какие-то критические точки. Не зря психологи говорят о том, что есть периоды развития, когда наибольшее количество браков – один год, три, семь и так далее. То есть, и в этот момент нужно семью поддержать. Все будет решаться нашими здоровыми силами нашего здорового общества. То есть, общество, конечно, сейчас не в лучшем состоянии, и основная его ячейка – семья не в лучшем состоянии. Поэтому начнем с себя, и даст Бог, как бы все устроится, и будем жить хорошо, и счастливо, и долго, и дожать детей. Всем спасибо. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Андрей Пакустинский, представитель родительской общественности. Благодарство. Спасибо. Так, я эти плакатики засниму. Спасибо. У меня есть мнение, но такое, как бы я читала в истории. Чтобы развалить страну, нужно развалить семью. Развалится семья – все, крах в стране полностью. Как бы, в принципе, глобальная мысль, но если это произойдет, то это будет очень печально. Да, правильно. У нас испокон веков в России матушка чтилась и вовхвалялась большие семьи. Всегда же нравились, чтобы были всегда большие семьи. То есть, где большая семья – большая семья. Семья – это не очень. А где ваши плакаты? Или у вас нет семьи? Мы при исполнении. При исполнении? А где значок? Нагрудный. Нагрудный? Да. Вы же на службе? На улице? Нет. Нет? Вы же только что сказали при исполнении. Я каждый день при исполнении. А где значок? Они с нами. Они просто… Вам надо значок. Не мне, а вам надо. У меня он есть. Пожалуйста. Опять нарушаете. Рыба внеет головы. Ну, не по-прежнему, если это финансовое насилие, если люди уже добрались до наших семей. Всегда семья – это была ячейка нашего общества. Все начиналось именно с семьи. Воспитание ребенка. Воспитание, передача всех обычаев по семье из корней. Поэтому семья всегда была самым главным для развития человека. А сегодня мы начинаем даже семью угнетать в том, что она вообще ни на что не имеет права. Тогда получается, мы зачем детей рождаем? Для того, чтобы родили ребенка и все, а дальше пусть государственным руководителем распоряжается. Этого допустить нельзя. Мы собрались здесь, чтобы этому не дать ход. Чтобы мы защитили свои семьи и чтобы никаких вторжений не было. Я не за то, что не придерживаюсь того, чтобы было насилие в семье. Этого нельзя допускать. Но и нельзя такого допускать, что сегодня свободно можно зайти и приставом, и полицией, и всем чиновникам можно зайти в любую семью и изъять ребенка. Вот этого точно нельзя допускать. Каждая семья индивидуально воспитывает своего ребенка. И вмешиваться в это нельзя. Тем более такими методами. Отбирать детей. Или там, если ребенок что-то не захотел, то значит, тоже его отбирать. А если не купили ребенку что-то, то тоже отбирать. Получается, как тогда воспитывать детей? Раньше нас воспитывали, и в угол ставили, и по всякому родители воспитывали. И где-то ремешком. Где-то и ремешком. И ничего страшного. И семьи у нас были. Еще раньше, еще крепче семьи были, чем сейчас. Так что нельзя вмешиваться в семьи. И наши отношения с родителей-детей, это уже очень-очень давно сложные отношения. Ни в коем случае никто не может их менять. Потому что мы уже большая нация, и много-много времени воспитываем своих детей вот так, как меня воспитывали, как мой дед, папа моего воспитывал. И так я буду своего ребенка воспитывать. Мы за то, чтобы наши дети были достойными членами помощи. Нам ничего не надо. Ничего нового нам в этом отношении надо. В нашу семью лезть нельзя. Здравствуйте. Меня зовут Маштаев Алексей. Многодетный отец. Ну, важным маркером, конечно, при принятии закона... Важным маркером при принятии закона тут можно отследить, как пытались его протолкнуть. Вот. И здесь важно отметить, что более 190 организаций, казачьих организаций, патриотических, родительских комитетов, православных, мусульманских, они высказались против этого законопроекта. То есть показывают консолидацию нашего общества. То есть разные народы, разные религиозные предпочтения, как мы против этого законопроекта. Вот. Но важно показать, кто за это, кто лоббирует это. А кто же это лоббирует? Это всего лишь 40 организаций. Это ЛГБТшных организаций разных. Это феминистических организаций. Они проталкивают это на уши. И когда на стадии... Тоже такой же был митинг в Москве. И организовали YouTube онлайн... Ну, канал. Когда на митинге. И блокировали YouTube-трансляцию в движении 40-40. Это тоже показывает важный маркер, кто проталкивает нам эти законы. Почему на ветру это делается? Я все. Благодарствую. Так, предлагаю сейчас засчитать резолюцию и поставить свои подписи. Резолюция массового пикета протеста против принятия проекта федерального законного профилактики семейно-бутового насилия. 14 декабря 2019 года с 12.00 до 13.00 часов местного времени представители родительской общественности города Тургута провели мирный массовый пикет с целью выражения общественного мнения о недопустимости принятия проекта федерального закона профилактики семейно-бутового насилия в Российской Федерации, который приведет к обострению социальных противоречий и дестабилизации общества. В проведении пикета приняли участие представители родительской общественности, представители общественных организаций многодетных семей, граждане города Сургута и Сургутского района. После внимательного ознакомления с текстом законопроекта профилактики семейно-бутового насилия, опубликованным для общественного обсуждения на сайте Совета Федерации, мы пришли к выводу о том, что Норма этого законопроекта противоречит общеизвестным правовым принципам равенства, справедливости и разумности, а также основным началам российского семейного и гражданского общества. Грубо нарушает конституционный принцип и критерии правовой определенности, что создает возможность неограниченного усмотрения в процессе правоприменения и неизбежно ведет к произволу, а значит к нарушению принципов правенства и верховенства закона Конституционный суд Российской Федерации. Неизбежно приведут к массовому нарушению конституционных прав граждан, в том числе права на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, на защиту информации о частной жизни граждан и семей, на частную собственность и свободу пользования ею, включая право не лишаться ее иначе, чем по решению суда, на жилище, включая право не подвергаться произвольному лишению жилища, на конституционную презумпцию невиновности, на конституционную защиту семьи, материнства и отцовства, включая конституционную презумпцию добросовестных родителей. Содержат многочисленные положения явно коррупционного характера, коррупционные факторы в смысле определенного в статье номер 1, в части 2 федерального закона номер 172, это о антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, то есть создадут новые условия для появления коррупции, имеет явную антисемейную направленность, противоречит официально заявленным принципам государственной, демографической и семейной политики Российской Федерации, вступает в противоречие со стратегией национальной безопасности Российской Федерации, противоречит базовым принципам разумности, справедливости, адекватности, равенства и правовой определенности, нарушает права граждан, гарантированные действующими законами. Этот закон не предотвратит реальное насилие, вместо этого он приведет к массовому насилию над семьей и ее разрушением. Этот закон не о помощи и профилактике, он предусматривает безосновательное и беспредельное вмешательство в семейную жизнь, где каждый из нас может быть произвольно обвинен нарушителем и ограничен в правах, без фактов, без доказательств, без презумпции невиновности, без возможности нормально защититься от ложных обвинений. Он фактически вводит наказание за семейную жизнь. Под видом профилактики он предлагает вмешиваться в семейную жизнь и жестоко наказывать людей, которые не совершали никаких реальных правонарушений. На основании слов любого человека вас могут из доказательств суда и следствия и презумпции невиновности объявить нарушителем. И после этого вы фактически утрачиваете огромную часть своих гражданских прав. Ваша семья и ваша жизнь разрушены просто потому, что кто-то решил на вас донести, а полицейский счет за донос небезосновательный. Примечание нормы законопроекта на практике нанесет существенную ущерб российским семьям и создать условия для необоснованного разрушения семей и разлучения детей с их родителями. Это противоречит конституции и ценностям семьи, материнству, оттоку, подлежащим особой государственной защите, а также обязывающим нормам международного и российского права. При этом предлагаемые законопроекции меры, как следует из исследования практики и применения в зарубежных странах, не способны привести к снижению уровня реального насилия в обществе. В Швеции и на Украине уже принят закон о согласии. Перед интимной близостью и через сексуальные действия, совершенные без четко высказанного, добровольного согласия партнера, будут квалифицироваться как изнасилование или сексуальное насилие. Также, если пострадавшее лицо не оказало физического сопротивления, то есть, по сути, любой половой акт без четкого «да», который могут подтвердить свидетели, или, к примеру, расписка, это уголовное преступление, если жертва заявит об этом. Таким образом, предмятие законопроекта не обеспечит реальное решение проблем, создавая одновременно условия для ускорения разрушения семьи и усуглубления кризиса семьи, что противоречит стоящим перед Российской Федерацией задачам в области как семейного, так и демографической политики, так и обеспечения национальной безопасности. Мы против насилия, когда речь идет о реальном, а не вымышленном насилии. Виновных надо наказывать. Это наказание уже предусмотрено действующими законами, и власти должны обеспечить их правильное исполнение. Мы за сокращение недопущения насилия, поэтому мы против закона о насилии над семьей. Считаем законопроект неприемлемым, не только на уровне конкретных норм и концептуальном уровне, и требуем поддержать граждан страны, их мало, не допустить, чтобы данный законопроект о профилактике семейного насилия в Российской Федерации рассматривался законодателями, вносился в Государственную Думу и принимался, так как приложенный законопроект нарушает конституционные права граждан, противоречит принципам семейного права, создает предпросылки для разрушения института семьи. Поскольку законопроект имеет явный коррупционный характер, не допустить бизнес, делающий на деньги на семьи, под видом НКО разрушать семьи граждан, вмешаться в жизнь в любой семьи, и без суда и следствия применять к членам семьи карательные меры. Прекратить обсуждение этого семейного законопроекта вследствие признания его безосновательным, игнорирующим основными начала уголовного и административного права, и не имеющим отношения к профилактике реального насилия. Настоящим документом просим губернатора Хантамансийско-автономного округа Югры Наталью Владимировну Комарову, а также депутатов всех уровней, представляющих интересы жителей округа, поддержать наше обращение. Организатор мероприятия Денинг Андрей Сергеевич. Вот такая резолюция. Если вы нас поддерживаете, прошу вас, можно подписать. Вот так, ручка. Говорят же, Россия не победит, он разваливается внутри. А кто у нас самое главное внутри? Это семья. Семья. Это езро наше российское. Вот они и зацепились. Всем пока, всем до свидания. Всем спасибо. Хоть и холодно, но все молодцы. Сургут морозы не боится. Согреваемся. Кто как может. Нет, нет. Нет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok